Дизайн этой квартиры стоил примерно 6 миллионов рублей, а сама квартира стоит, внимательно, примерно 40 миллионов рублей. Всем привет, друзья! Меня зовут Артур Вишневский, и сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге, в ЖК Смольный проспект, и снимаем обзорный видеоролик дизайна квартиры от студии F17 Design. Мне кажется, ты недостаточно хорош, чтобы пить эту воду. Тут даже кнопочки сенсорные на домуфоне. Здравствуйте, это мы снова хотим внутрь. Проходите. Снял квартиру за 40 миллионов рублей. Ну, типа, снял на видео. В нашем сегодняшнем случае мы снимаем ролик для студии, который занимается дизайном интерьеров. Заценили камин твой классный? Париж вообще классный. Структура ролика на самом деле достаточно простая. Она сначала стоит на улице, рассказывает, где мы находимся, и просто пошагово по хронологии рассказывает про каждую комнату. Сначала про кухню, потом про гостиную, туалеты и так далее. И, во-первых, самое главное, что вы должны решить для себя, прежде чем начнете снимать эти ролики, это какое оборудование вы будете использовать. Первое, ваше самое любимое, это какую камеру использовать. И в этих роликах очень важно найти камеру, у которой очень высокий динамический диапазон. Потому что, когда вы снимаете недвижимость изнутри, вы снимаете интерьер, иногда вам нужно, чтобы был виден и экстерьер, то есть то, что снаружи за окнами. Мы переходим к постельным сцам. За окнами не всегда темно, иногда это бывает облачно, если ясно, это вообще полная жесть. И если вы балансируете экспозицию в интерьере, то есть, чтобы все было равномерно, красиво, не пересвечено, не было слишком темно в интерьере, а на улице слишком ярко, то велика вероятность, что там будут дикие пересветы, просто белое пятно, если у вас дешевая камера. И предварительно этот момент вам нужно обязательно продумать, потому что, если вы снимаете в темное время суток или в пасмурную погоду, как мы сейчас, мы снимаем в Питере, а в это время у нас очень облачно, там дикий слой туч просто, и там очень темно даже днем. И, в принципе, даже достаточно бюджетная камера смогла бы справиться с этим контрастом. Здесь можно снимать кулинарное YouTube-шоу. Всем привет, с вами Вишенка, и сегодня мы готовим десерты. Если она будет сидеть, мы не будем видеть стола, и все будет как-то, ну, мало деталей. Слышно? Да, мы все видим. Мы видим звук. И когда вы направляетесь в путь снимать недвижимость, вы должны быть уверены в том, что ваше оборудование как можно более компактное. У вас не должно быть куча света, у вас не должно быть куча стоек и так далее. Вы должны быть максимально мобильными, потому что, как правило, вам дадут не очень много времени на съемку недвижимости. Далее объективы. Для этих целей я советую использовать зум-объективы, опять же, для скорости. Да, они выдают картинку похуже, фиксы дают более качественное изображение, но в этом случае вам важнее успеть снять ваш объект, нежели там кучу раз менять объективы и потратить на это много времени. На таких съемках, когда снимаем интерьер или недвижимость, важно все время иметь обязательно широкий угол, то есть это 7-14 миллиметров, и также более длинные фокусные расстояния. У нас с собой широкий угол 7-14 миллиметров и второй объектив на 12-40 миллиметров. Мы специально взяли зум, потому что у нас не так много времени, и мы так сможем снять намного быстрее. Ваша картинка должна быть очень стабильная. Если планируете снять с рук, то потом не надейтесь, что к вам обратятся снова, потому что материал будет ужасный, никому не интересно видеть, как кадры с их квартирой, с их домом трясутся. Если выбираете между механическими стабилизаторами и электронными, то механических даже не думайте, потому что у них будет завариваться горизонт, а когда снимаете недвижимость, это вообще неприемлемо. Электронные стабилизаторы могут держать горизонт, и это как раз то, что вам нужно. Но помимо стабилизатора, также бывает важно снимать детали интерьера. Для этого стабилизатор не очень подходит, и лучше использовать слайдер. Мы слайдер не использовали, потому что у нас было очень сжатое время, но если у вас времени чуть большее, всегда берите с собой слайдер. И для съемок, где нужно быстро подснять какие-то детали интерьера, хорошо подходит слайдер от Zepan Micro 2. Я говорил про него раньше на канале, но у них вышло новое крутое обновление, а именно вот такой моторчик, который крепится с одной стороны этого слайдера. И он, по сути, превращает этот слайдер в моторизированный слайдер. Питается этот моторчик от аккумуляторов NPF, и включается вот с этой стороны долгим нажатием. Нажимая на верхние стрелки этого моторчика, можно контролировать движение камеры в одну или в другую сторону. Нажимаете быстро на кнопку включения, и можно выставлять три режима. Первый, самый медленный, второй, чуть-чуть быстрее, и третий, самый быстрый. Но самое интересное начинается в их мобильном приложении, потому что там можно контролировать скорость движения вашей камеры более детально. Также можно выставлять некоторые ключевые точки на пути движения камеры, можно создавать циклы движения камеры, чтобы она слева направо двигалась бесконечно. Например, это удобно, когда вы снимаете интервью в движении. И также он позволяет записывать крутые мошен таймлапсы. И они также в будущем планируют добавить моторизированную штативную головку, то есть можно вообще все движения контролировать. Мне больше всего нравится, что вся эта конструкция очень мобильная, поместится по сути в любой рюкзак, и в таких съемках, когда нужно быстро достать что-то и быстро снять какую-то плавную проводочку, просто идеально подходит. И вот такие кадры вы можете делать с помощью этого слайдера. Ну а пока что зацените по ссылке в описании этот моторчик и сам слайдер. Тут яркость регулируется с помощью пультика. Он с перебоями работает. Ну блин, он с перебоями работает, все ему-ка сделать. И не менее важный момент – свет. Перед съемками спланируйте, нужен ли вам дополнительный свет, потому что если вы снимаете днем и там достаточно света, то вам, конечно, никакой свет не нужен. Но если как у нас у вас будет человек, который говорит что-то в камеру, то нужно задуматься о каком-то более большом свете. Но если в помещении мрачные зоны и одного освещения квартиры будет недостаточно, то, конечно, лучше задуматься о каком-то дополнительном свете. Также в нашем случае есть девушка, которая все рассказывает, и поэтому ее лицо тоже должно быть красиво освещено. Поэтому мы взяли панельку от Green Bean, рассеиватель и небольшой переносной свет iWatt. Обязательно всегда с собой берите маленький переносной свет, который работает от аккумулятора. Вы всегда можете подсветить какие-то детали и сделать очень красиво. Там сейчас фотографы снимают параллельно с нами, и мы распределяемся по помещениям. Мы иногда мешаем друг другу просто. И когда вы залетаете в квартиру, вы должны четко для себя определить, что вы снимаете в первую очередь, какая будет хронология съемки. Я советую снимать по той хронологии, которая будет у вас в конечном видео, поэтому заранее пропишите небольшой сценарий, напишите небольшую структуру, что зачем будет идти, и снимайте в такой хронологии, только ради того, чтобы сэкономить время потом на монтаже. Но в нашем случае не было такой роскоши, потому что параллельно снимали фотографы, и мы должны были распределяться равномерно по помещению, кто где что снимает. Поэтому мы снимали то место, которое было свободно, когда снимали что-то другое фотографы. Держите в голове ракурсы и движения камеры. Когда мы рассматриваем недвижимость, мы не должны смотреть на хаотичную картинку, которая смотрит влево-вправо по диагонали и в разные стороны. Это должно быть плавное движение, которое либо приближается, либо отдаляется, либо движется четко слева направо. Не должно быть каких-то искаженных движений и хаотичных поворотов. Большая часть ракурсов должна быть на уровне глаз, то есть у зрителя должно быть ощущение, что он как будто бы вошел в эту квартиру и осматривается вокруг. Но вы можете ломать это правило, если, допустим, снимаете какие-то крупники. И всегда думаете о том, что именно вы снимаете, что находится в кадре, потому что съемка недвижимости не о том, чтобы снять каждую мелочь, каждую деталь, а чтобы показать особенность этой квартиры, что ее отличает от других квартир, в чем особенность этого дизайна, какие элементы в этом дизайне уникальны. Четко поймите для себя, обсудите это с клиентом и только потом начинайте снимать, чтобы не наснимать ничего лишнего. Там через 10 минут приезжают заказчики, а мы еще не успели все достичь. А конечный результат этого ролика я опубликовал в своем инстаграме, так что обязательно переходите и подписывайтесь, там будет еще много всего интересного.